В общем, я думаю, в целом детство было весёлое. Чем только не занимались, собирали медь, алюминий. Это всё продавали, полученные из этого деньги. Потом и шли, и просаживали в компьютерном клубе, где PlayStation тогда были. Тумсо, детство как било у тебя, говорит. Трудное било, очень трудное било, Магомед Адулаев. Но я не жалуюсь, детство как детство. А может быть, нам в какой-то степени даже как-то повезло. Может быть, из-за нашего детства мы более приспособлены сегодня к жизни. Может быть, поэтому вряд ли мы будем страдать депрессией. Поэтому, наверное, я и не признаю никаких общих депрессий как факт их существования. Если вы должны понимать моё отношение. Я не говорю, что люди не испытывают что-то, что они называют депрессией. Но я не считаю это реально какой-то болезнью, которую нужно лечить. Я считаю, что это просто люди, не приспособленные к жизни, к проблемам. Когда они сталкиваются с какими-то проблемами, они начинают испытывать вот эти психологические нагрузки. И для того, чтобы выйти из этого состояния, им нужны какие-то специалисты, психологи и так далее. Мне кажется, что человек, если бы он прошёл определённую жизненную школу, вот эти вот трудности, если бы он видел реальные трудности, то он бы не испытывал то, что называют депрессией из-за каких-то сегодняшних вот этих моментов. Поймите правильно. Вот если, допустим, сегодня испытавших на себе войну украинцев, скажем, жителей, ну, детей из Мариуполя, Бахмута, если им сегодня рассказать о трудностях какой-нибудь девушки, которая испытывает депрессию, потому что она считает, что в детстве там её недолюбили, недоласкали родители, я думаю, там ребята посмеются над этим. Это будет просто смешно. Это приблизительно такая же ситуация. Так что детство, да, оно было, наверное, сложным, если сравнить его с детством наших детей, моих в том числе детей. Если посмотреть, как они сегодня живут, какие проблемы у них, что они обсуждают между собой. Вообще, как они, в принципе, играют, общаются, воспитываются, то, конечно, наше детство было, наверное, гораздо более сложным. Может, ты уйдёшь из кадра? Но если спросить меня, то есть хотел бы я себе другого, допустим, детства, детства, в котором я бы, меня бы там родители возили бы в Диснейленд, и моей главной проблемой было бы выбрать между Диснейлендом и Леголендом, допустим, то, наверное, нет, я бы не хотел, честно говоря, такого детства. У меня, я считаю, было очень такое интересное детство, когда мы самым крутым весельем для нас было, ну, это уже в таком, то есть не в младенчестве, а уже в таком подростковом возрасте. Весельем для нас было собраться друзьями и отправиться на какую-нибудь развалину в Грозном, а тогда весь Грозный был разваленный, отправиться в какую-нибудь там пятиэтажку, девятиэтажку, подняться на самый верх взбитого, сгоревшего здания и по крыше, ну, как крыше, по вот этим оставшимся стенкам ходить на уровне пятого, девятого этажа, и где-то ты идешь, и там, допустим, попал снаряд, и такая пробоина, представляете, здесь пропасть справа, и слева пропасть, ты идешь по узкому вот этому, по несущей стене туда идешь, и там еще попал, значит, снаряд, такая пробоина, и тебе вот на этом уровне пятого или девятого этажа ты должен перепрыгнуть на ту сторону и не упасть ни вправо, ни влево, четко там приземлиться, и вот вы по очереди там прыгаете, приземляетесь, и потом такой адреналин, потом вы все спускаетесь, идете на центральный рынок, а, нет, вы до этого собираете бутылки в Грозном, там же по улице Мира есть цех, где делают лимонад, и там принимают эти бутылки, ты, значит, идешь в этот цех, отдаешь бутылки, и получаешь, по-моему, 10, на 10 рублей мы собирали, и вот нас там трое или четверо, мы там же, в этом же цеху покупаем себе две бутылки, или бутылку одну, ну, в зависимости от того, сколько у нас денег, покупаем себе бутылку, или две бутылки лимонада, сразу же выходим, и прямо вот перед этим цехом, прямо вот по улице Мира, там базарчик у нас, и вся улица Мира, Роза, Роза, Лексенбурга, это был базар, огромный рынок, вот прямо там на хлебобулочные изделия продаются, и покупаем такой пакет булочек сдобных, таких свежих, они даже теплые бывали иногда, только вот привезли, покупаем 10 булочек таких, слипшиеся такие, и потом идем с этой едой обратно туда же, на развалину, куда-нибудь там на крышу, поднимаемся, все садимся, и кушаем, с одного горла все пьют, тогда не было вообще понятия каких-то о коронавирусе, вообще каких-то вирусах, о каких-то пандемиях, ничего подобного, тогда в Грозном стояли эти бочки с квасом, продавались, квас продавался, я думаю, сейчас есть эти бочки, но я со стаканами, она по-другому, но тогда вот была бочка кваса, ты подходил, давал, значит, давал деньги, и там был большой, была такая большая стеклянная кружка, такая граненая, она называется, тяжелая такая стеклянная, с такой ручкой, которую ты полностью своей рукой берешь, значит, вот такая кружка, поменьше кружка, и еще меньше кружка, по одной, понимаете, и все пили из этой кружки, и после того, как, допустим, кто-то, или вместе мы подошли, выпили там, после них просто ее вот так, такое приспособление специальное было, туда ее опускали, она так, вода ее опрыскивала, внутри и так сверху, и все, вот тебе вся гиена, и мы все так жили, с одного горла пили, ели, и не болели, никакими коронами, никакими гриппами, ничего подобного не было, в общем, я думаю, в целом, детство было веселое, чем только не занимались, собирали медь, илюминий, это все продавали, полученные из этого деньги, потом и шли, и просаживали в компьютерном клубе, где, ну, PlayStation тогда были, PlayStation, и вторые, по-моему, еще, или, может, даже первые, не помню, и вот все приходили туда, там, даешь деньги, и сколько-то времени играешь, какие-то там, игры, тогда были популярные, типа, Tekken, еще какая-то, не помню их название, потом чуть постарше, и когда становишься, ну, чуть-чуть меняются интересы, короче, было весело, в любом случае, тяжело, весело, да, экстремально, да, сегодня, наверное, я не могу себе представить, что-то там, мои дети где-то развали нам, на уровне пятого этажа, там, что-то прыгали, я думаю, наши родители тоже, они представляли себе, что, чем мы занимаемся, тогда не было телефонов, камер, чтобы отслеживать, тогда все было гораздо проще, тогда мы просто выходили, ФС, здорово, я наш, 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 Субтитры создавал DimaTorzok